МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске налегке празднуем Международный день родного языка на МОВА-фест, монтируем большое кино и болтаем с писателем и сценаристом Александром Цыпкиным. Не переключайтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Съемочная группа программы «Налегке» празднует Международный день языка ВОК-16, где сегодня проходит МОВА-фест. Не переключайтесь и вместе с нами разговаривайте по-белорусскому. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павел, добрый день! Привет, Аня! Можете рассказать, что происходит, где мы находимся? Мы находимся у культурным хабе ОК-16, и уже пятый год Арцадзиба ладить до 21 лютого, до Дня родной мовы, святые. Ранее это у нас были такие на 300, 500, 1000 человек. В этом году мы попробовали инший формат и назвали все это МОВА-фест. Собрали по нашим подликах за 50 организаций. Это бизнес, громадские инициативы, творческие инициативы, которые так иначе что-то робят по-белорусскому. Те просовывания, творческие, выпуск неких продуктов. И хочется показать, что, по-перше, мова живая, она развивается, и на ее створаются новые и новые, и тем более, очень креативные продукты. По-другому, есть опыт. Мы все не видим, у нас приотцовка гульная, больше 1000 квадратных метров разом с улицей. И у нас, как началось, в 13 годинах ранее, вот такой биток, и мы понимаем, что все же таки сами нам не дооценили вот эту запотребованность, и видим, что, правда, людей шмак. С одного боку, это приятно, приятно, а с другой боку, это такой дискомфорт, что все же таки не все могут почуть и убачить, что мы сегодня тут придумали. Аня, добрый день. Вы представитель главного спонсора фестиваля МОВА, да? Можете рассказать, как вообще... Ребята пришли к вам впервые, да, за 6 лет? Как уговаривали, как впечатляли, или вы сразу же впечатлились идеей и сказали, да, мы за вас? Не нужно было на самой справе нас уговаровать, они пришли до нас. Аливара, як бровар, старейшую Беларуси, больше, чем 155 год истории, мы безумовно подтримливаем, им кнемся подтримать беларускую мову, культуру и традиции, тому, когда Павел пришел до нас, мы сразу сказали, да, и подтримали это мероприемство. Разновоздрастных, кстати, совершенно разноформатных, и не только беларуском мовных, что тоже приятно, потому что, мне кажется, это подтолкнет каждого, кто не разговаривает на беларуском языке, начать делать в этом направлении хоть какие-то шлифы. Это да, потому что таксама шмат моих друзей, які не разговаривают на мове, пришли сюды и подшали, а я не мкнуться разговаривать, и я таксама, я не разговариваю на беларуском мове в своем житте, але мне вельми приемно, что я таксама стараюсь это робить, и, мабыц, я роблю помылки, але той, кто их не робит, он николе и не подшне разговаривать, тому я, мне не соромна за мои помылки, я стараюсь каждый день, я надеюсь, что я разговариваю все лепше и лепше. Рома, привет! Привет, привет! Ты один? Нет. Где потерял друзей? Не потерял, у меня много друзей, смотрите, сколько тут. Тебе как автору песен на беларуском языке? Автору текстов. Текстов, да, текстов на беларуском языке. Использовать беларусский язык в повседневной жизни легко, просто, или ты можешь на двух языках совершенно, вот как сейчас, мы заметили, переключаться? Да, конечно, я совершенно свободно переключаюсь, а тексты пишутся именно потому, что они переходят исключительно по-беларусски. То есть я сам себя не ломаю. Если, например, у меня что-то спрашивают на беларусской мове, я за довольнением отказываю по-беларуску. Слушай, но перед вот этим вот фестивалем в социальных сетях запустили такой флешмоб, люди вспоминали свои любимые слова на беларусском языке. У тебя есть пару слов, твой топ, который вот тебе, как знаешь, бывает, когда ты начинаешь что-то думать и тебе приходит на ум слово не на русском языке, а именно на беларусском. Да, от меня, кстати говоря, частенько можно услышать фразу что-нибудь вроде как это будет по-русски, знаешь, оно у меня невольно совершенно вырывается просто потому, что в какой-то момент ты не можешь вовремя переключиться. Мне очень нравится слово миновито, видовочно, вот такие вот слова. Что будете сегодня играть? Какую программу? У нас сегодня программа, скажем так, сбитая, очень техничная, мы понимали, что это солянка, значит, не так много времени, но с другой стороны попытались ее разнообразить вот какими-то своими, ну, назовем их фирменными, какими-то инди, инди-штришками, да, то есть не только что-то бронебойное будет, но и что-то, скажем, более авангардное, что ли. Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Съемочной группе программы «Налегке» посчастливилось первым побывать на монтаже остросюжетного триллера «Запретная зона». Не переключайтесь и узнайте вместе с нами, на какой фильм вы пойдете уже этой весной. Знаешь, я всю жизнь живу по каким-то правилам, все делаю правильно, только вот решение как будто бы принимаю не я, а те, кто меня окружает, мои родители, мои друзья. А чего хочу я? Какая я настоящая? Ты добрая, красивая, умная. И к чему это все привело? Ну, мы уже за кадром, да, поговорили про какие-то леденящие душу случаи, душещипательные, будоражащие, которые были. Ну, это, мне кажется, на съемках всегда должно будет происходить что-то такое, да? Ну, вот эти все истории о том, как вы бедных актеров по 58 раз гоняли в холодную воду, да? Все дошли до финала, до конца? Да, все дошли. Кстати, по поводу вот этой истории с прыжками в воду. Да. Была забавная история, когда я договаривался с Сашей, Саша Головин, наш главный герой фильма, да, он играет там перед персонажем Артур. Я очень хотел, чтобы он еще раз прыгнул в воду. Саша сказал, я не буду, вода холодная, там, у меня еще проекты, я заболею, там, типа, нет, извините, если было тепло, то, ну, понятно. Я объяснял с точки зрения персонажа. Говорю, вот смотри, Саша, вот если ты не прыгнешь в воду, значит, что ты, ну, не важно, там, вода холодная, там, ты побоялся, там, не захотел. Я ему говорю, ты как персонажа, имеется в виду, да? Потому что он мне говорит, объясни, почему мой персонаж должен это сделать. Я ему объясняю, говорю, все просто здесь. Есть бывший парень твоей девушки, который конкретно круче тебя сейчас. Он смелый, ему не холодно, он хочет, чтобы она обратила на него внимание. И что бы сделал твой персонаж? Потому что постоял бы там в стороне, типа, ловил рыбу? Сначала обсуждаем время, во сколько мы собираемся. Это каждый раз по-разному, но чаще всего, наверное, часов с 12, да? Где-то так примерно. Поспать можно? Да, да. Но мы допоздна работаем. Так, бывало там вообще до первой сборки мы сидели вообще до часа ночи, может, до двух даже. Потому что одно дело, когда монтируешь сцены, ну или там сценами, да, ты идешь там целый день, мы могли там одну сцену делать, могли два дня на сцену. А как вообще происходит? То есть это не от начала до конца, а вы выбираете сцены, которые вы будете монтировать, и вот вы им посвящаете день, да? Типа того. Да. Бывает то, что да, там одна сцена могла там собраться прям за час. Мы собрали все, и понимаем, что да, все окей. Переходим там в другой. Просто важный такой момент есть, что когда ты работаешь сценами, да, потом в любом случае ты все это пересматриваешь и понимаешь, где что затянуто, ты только можешь понять, когда ты в целом это увидел. А чтобы сохранить динамику, собственно, по всему фильму нужно, ну, так или иначе, просматривать его много раз, там, вместе с этими сценами, которые там, зубра. Нет! Хочешь жить в лес не ногой. Ну, вообще-то сказочно богатый. Слушай, ну вот эта история, да, о том, что два финала, которые сценарные, да, и твой, который режиссерский, который ты придумал, да, и выход сняли, два. Можешь рассказать об этом подробнее? Почему у тебя пришло, ну, пришел другой финал? Ну, наверное, потому что мне хотелось, чтобы это был не просто какой-то, как сказать, жанровый фильм, триллер, где, как бы, вот история закончилась, и ты, как бы, вышел из зала, ну, как бы, понятно, я посмотрел первый фильм, и ничего, как бы, у тебя не осталось, вела. Мне хотелось, чтобы человек вышел, и у него осталась тема фильма, да, или то, к чему фильм этот пришел, тем поступком, который совершают ближе к концу наши персонажи, чтобы он об этом думал. И мне казалось, что тот финал, который я придумал, но он не был прописан еще тогда, на тот момент, когда мы утверждали сценарий, да, что он сильнее. Я рассказал его ребятам, и все, как бы, на уровне, вот, когда я им визуализировал это словами, если так можно сказать, да, я видел, что есть эта реакция, что им, да, это немножко, им казалось, что это страшно, но при этом я понимал, что есть отклик эмоциональный на это. Он страшнее, да, чем тот, который был прописан? Ну, в каком-то смысле, да. Не то, чтобы он страшнее, я не имею в виду, что там какие-то ужасы с точки зрения жанра происходят, нет, там он, он смысловой, он смысловой, он интереснее с точки зрения именно отношения, к тому, что делает персонаж того времени, он же 89-й год, да, как бы, что зритель нашего времени, как он будет оценивать поступок персонажа, который, ну, вот, в нашем фильме вот в 89-й год. Понятно, что были какие-то прекрасные сцены, которые, они были и в сценарии, то есть, да, там была такая большая экспозиция, но это была в целом проблема именно самого сценария, что была очень длинная экспозиция. Завязка наступала там на 30-й минуте. Это ужас. Для зрителя иногда это просто, ну, 15 минут, ничего не произошло. Ну, что, можно сходить, что-нибудь поделать, вернуться, оп, развязка. Поэтому мы понимали, что нам нужно быстрее, быстрее приходить к завязке, и некоторые сцены прекрасные, красивые, там, в солнце свете, там все так очень-очень миленько выглядит, но мы их просто жестко взяли и убрали из выреза, потому что иначе мы затягиваем очень действия до основной завязочной части, а это не совсем правильно. Я очень рад, что у нас все получилось, потому что, так сказать, очень большая ответственность была и на мне тоже, и на компании. То есть мы все были настроены на то, чтобы это сделать, ну, максимально хорошо. А, для тебя это первый полнометражный, да? Для меня это первый полнометражный фильм. То есть, естественно, ну, на мне тоже очень большая ответственность. Внутренняя лежит, и внутренняя, и в принципе. Ну, у тебя достаточно успешные короткометражки были, которые брали и призы, да, на конкурсах и так далее. Вот сейчас уже, когда есть опыт съемок полнометражного кино, следующее, что будет, короткометражка или все-таки полный метр? Не, полный метр, конечно. Для любого молодого режиссера, который начинает скрытый метраж, понимать, что это есть высшая лига, это как бы полнометражное кино. Но у тебя есть уже планы, да, например, то есть сейчас это триллер, да, остросюжетный фильм, а следующий, не знаю, там, драма, комедия, что-то вот, с чем бы ты хотел поработать? Это же совершенно разные специфики. Да, мне интересна драма, мне интересна очень. Ну, то есть, по крайней мере, те задумки, которые у меня есть, это, они более драматичны, в принципе, и по сюжету, и по высказыванию. Пока что я работаю над своей историей, это, по жанру это будет драма. Волков боятся в лес не ходить. Мародеры, дочка. Это люди такие. И мы во всем этом виноваты. Ты не виновата. Редактор субтитров А.Семкин Всем привет! Съемочная группа программы «Налегке» приехала для того, чтобы лично познакомиться с одним из самых популярных современных авторов Александром Цыпкиным, который привез в Минск свой популярный проект «Беспринципные чтения» с Константином Хабенским. Советуем вам не переключаться и вместе с нами узнать, почему Александр считает себя ненастоящим писателем и счастливчиком по жизни. Добрый день, Александр! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в честь чего находите здесь? Я слышала вас, подслушала ваш телефонный разговор, у вас начался тур. Сколько городов, с чем приехали? Нахожусь здесь по тривиальной причине. Читаю рассказы в компании с Константин Ильичем Хабенским. Ну, собственно, и вот и все. Тур для меня идет практически целый год. В таком вот режиме, да? В таком режиме, ну, летом полтора месяца это поспокойнее. Сейчас подряд, я, честно говоря, все городов не помню. В прошлом году это было 100, ну, почти. Беспринципные чтения, да? Это не только вы, по-моему, около 12 авторов, да? 80%, конечно же, это все-таки мои тексты. И вот в рамках фестиваля беспринципных чтений, когда мы привлекаем к участию других авторов из регионов или когда у нас какие-то есть гала-концерты, да. Но в целом из этих 100 концертов 80% это мои тексты. Можете вспомнить, как вообще идея пришла создать такой формат выступлений? Для развития своих социальных сетей с целью выполнения каких-то задач по пиару именно, исключительно, я написал несколько веселых, грустных историй, которые просто, как мне казалось, хорошо меня представляют на новую аудиторию, а именно на Москву. Потому что если в Питере меня знают, ну, знали, имеется на тот момент большое количество людей по моей профессии, то в Москве нет. Ну, хорошая презентация, несколько рассказов. Ну, потом еще рассказ, еще рассказ. Тут я поговорил с издательством. Они говорят, отчего бы книжку-то не выпустить целиком? Я поинтересовался, сколько мне это будет стоить? Они посмотрели, как на наивного товарища, говорят, ничего тебе не будет стоить, даже мы тебе заплатим. Не много, но заплатим. Ну вот, и в качестве презентации книжки я решил, что почему бы не сделать такой перформанс, говоря модным языком, не прочесть мои замечательные истории со сцены. Ну, пригласил кучу друзей, вышел на сцену, стал читать. И по окончании мероприятия я спросил у друзей, ну, насколько гениально это было. То есть, я не предполагал, что это будет другой ответ. Они сказали, слушай, рассказыв, в принципе, неплохие, а читаешь-то ужасно. Просто никогда этого больше не делай. Ну, черт, не понял, что придется читать с кем-то. И так совпало, что постепенно, вот, давайте здесь мы вместе что-то почитаем. И рассказы там понравились рядом моих друзей, и как-то нас пригласили, меня пригласили прочесть на таком корпоративном мероприятии загородный театр для клиентов и сотрудников крупной строительной компании. Просили, а с кем еще можете почитать? А я давно знал агента Константина Юрьевича, и давайте, может, мы отправим? Ну, мало ли, тем более, там была возможность для такого значительного пожертвования в его фонд, и он почему-то согласился. Вот, четыре года с тех пор мы уже, наверное, раз 60 читали вместе по всему миру. Ну, и постепенно как-то к этому движению присоединились сначала два автора замечательных, Саша Снегирев, Саша Маленков, актеры, и сейчас, да, действительно, это уже большой коллектив. Ну, вот на киносмене, да, был интересный формат, Павел Харланчук читал, известный наш хороший актер, читал, да, «Автаназию», и потом мы смотрели короткометражку, да, это очень круто было, вот как пришла идея, и вот это вот взаимодействие со зрителем, потому что зрители должны были сказать, выстрелы у них так же, выстрелилась ли такая картинка, и так далее. Все от разгильдяйства, потому что ты едешь, да, секрет успеха, разгильдяйство. Вместо того, чтобы заранее придумать лекцию, и как все будет, ты минут там за 30 до мероприятия думаешь, черт, люди пришли, надо что-то делать. И вот этот момент, когда у тебя в огне пятая точка, у тебя приходит замечательные мысли, срочно ищите фильм, давайте сейчас его посмотрим. Дальше ты приходил, я месяц думал. И вот пришел к такому формату неожиданному, после длительного анализа всего, что можно было сделать, давайте проведем. И формат оказывается приемлемый. Он выстрелил, да. И так бывает очень часто. У меня лучшие рассказы написаны за 5 минут до выхода на сцену. Вот эта история, что лучшее вдохновение это дедлайн, да? Да, это единственное мое вдохновение, дедлайн, ты, я адов прокрастинатор, поэтому у меня вот там каждый день с топорами на меня набрасываются те, кому пообещал 3 месяца назад сдать. Я не думаю, что все 3 месяца я писал, а я сдаю сейчас. Это, конечно, не очень хорошо, но работает пока. Я потом это с «Эвтаназии» в Лондоне повторил. Я хочу часто это делать, потому что на маленьких залах когда зрителей можно вовлечь. Не скажу. Под Новый год случаются чудеса. Их все ждут. Только вот чудеса не всегда сбегают из добрых сказок. Кто-то же должен принять в гости чудо, которое сразу хочется вернуть обратно владельцу. В том декабре черное выпало Павлику. 30 число. В воздухе висит страх. Страх не успеть купить подарки всем своим близким. Но Павлик этим воздухом не дышал. Он знал, что можно и в феврале подарить, никто не умрет, главное внимание, а не дату. я стал относительно, опять же, относительно известен. Благодаря, как ни странно, драматическим рассказам. Томатный сок, кавычки, вот сегодня вы читаете снег. Может быть, кстати, вот это было очень правильно изначально такая идея не уходить только в сатиру и в смех, а добавлять туда достаточно такой, в ряде случаев, жестокой драмы. И на вот этом балансе, на вот этом постоянном смене вектора публика начинает по-другому воспринимать то, что ты делаешь. У них нет ощущения, что они сходили просто на комедийное представление, потому что, как это ни странно, к комедии в России отношения поверхностные. Меня посмешили и все, ничего серьезного не задели. Хотя написать комедию сложнее в разы и вот таких, как Жванецкий, у нас он один, а выдавливает или слез, их там, не знаю, 20-30 еще очень качественных авторов. И вот это олицетворение вашей формы, потому что я смотрела в каком-то интервью, что вы сказали, что для того, чтобы нравиться людям, я поэтому задавала этот вопрос, нужно быть очень понятным, выпуклым человеком с минусами, с плюсами и что-то отдавать, не только брать. Всегда, да. И отдавать всегда нужно с горкой. И всегда стараться помнить, кто тебе дал и ты, чтобы потом дал. Поэтому я, да, я вообще про долгосрочные цели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok